Музыка Для производства желатиновых листов мне потребуется основа, я возьму вот такой лист. Можно также использовать пластиковые текстурные коврики. На одну норму потребуется 1 столовая ложка желатина и 3 столовые ложки воды. Также я буду использовать гелевые красители, желтый и сиреневый. В принципе, можно также использовать порошковые красители, но предварительно разведите их в какой-нибудь среде. Также я буду использовать кандурин, чтобы сделать массу перламутровой. Мне потребуется ситечка для фильтрации желатина и кисточка для нанесения желатина на поверхность пленки. И непосредственно какая-нибудь посуда, в которой мы будем производить весь процесс. Итак, для начала мы смешаем желатин и воду. В воду мы насыпаем желатин, можно насыпать его постепенно, можно насыпать его сразу и тщательно размешать. И как только мы размешали желатин, мы его отправляем в микроволновку сначала на 10 секунд. Если он до конца не растворится, еще на 10 секунд. К словам, все зависит от вашей микроволновки. Разводите, пока не растворится, но не кипятите. А тем временем я уже распущенный желатин выливаю через ситечка в емкость, чтобы в ситечке остались возможные комочки, которые не дорастворились. Мне не очень хочется, чтобы они попали на поверхность листа. Эту смесь я разделю на две, потому что у меня запланированы два листа разных цветов. И в одну емкость я добавляю один цвет вместе с кандурином, а в другую другой. При таком количестве воды толщина желатинового листа получается примерно средняя. Если вы хотите более тонкий лист, то тогда воды надо немножечко, совсем чуть-чуть добавить. Но добавлять ее надо на этапе растворения желатина. Итак, я развела краситель в желатине. И теперь начинаю наносить этот желатин на поверхность. Работать надо быстро, потому что желатин схватывается. Если у вас начал схватываться желатин, то поместите его в микроволновку еще примерно на 5, максимум 10 секунд, чтобы он немножко распустился. Тогда он будет наноситься ровным слоем. И вот в таком виде я оставляю лист для просушки. В зависимости от влажности помещения, зависит и время просушки. В летний период у меня уходит примерно где-то часа 4-5, может быть. Во время просушки лист желатина сам отделяется от основы. Поэтому это тоже индикатор готовности. Вот таким образом выглядит просушенный лист. Как видите, он сам начал отделяться, и мы его просто снимаем. Неровности и излишки на листе мы срезаем ножницами. Эти срезки можно перемолоть в кофемолке и получить некие такие блестки, которыми также можно посыпать десерт. Также дополню, что на момент, как вы намазали желатин на лист, на него можно также насыпать съедобный клитор или какие-нибудь декорации. И вот такой желатиновый лист у нас получается. С ним можно проделывать самые разные штуки, которые я буду показывать в своих руках. Вот как вы здесь видите, лист потоньше и лист потолще. Это все зависит от количества воды, которое я добавляла на этапе растворения желатина. Когда вы сняли желатин с пленки, он продолжает высыхать, и поэтому слегка деформируется. Для того, чтобы он высох и окончательно принял ровную форму, на него можно либо положить пресс, либо, как вот я делаю, прокладываю пленкой слои, и сверху придавливаю книгой. И так оставляю, ну, допустим, на ночь. И вот такой желатиновый материал-заготовку мы имеем. Если вам понравился мой урок и оказался для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал на YouTube, а также в группу ВКонтакте и в Одноклассниках. А сегодня на этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok